Избиение защитника. В Липецке напали на юриста, занимающегося проблемами обманутых дольщиков. Мужчина получил многочисленные ушибы. Потерпевший считает, что нападение – это заказ от стройкомпаний. Подробнее Кирилл Гуцков. На лице у юриста Алексея Окаракова уже почти не осталось синяков и кровоподтеков. В офисе тоже полный порядок. Но мужчина хорошо помнит все детали нападения, совершенного на него утром 24 ноября. И краем глаза я вижу, куртку увидел, какой-то молодой человек, я к нему обратился. Вы по какому вопросу? Он сразу резко повернулся ко мне и направился ко мне. И начал бить меня в лицо. Лицо нападавшего скрывала медицинская маска. Алексей – защитник липецких обманутых дольщиков. Он связывает произошедшее со своей деятельностью по проблемным строительным компаниям. Незадолго до нападения юрист направил в суд апелляцию на решение по застройщику «Эксстроймаш», на счету которого шесть недостроенных домов. И буквально неделя не прошло, приходит этот молодой человек, молча начинает бить. То есть я связываю только с этим. Еще одно удивительное совпадение. На Алексея напали всего через пять дней после митинга, который провели в центре Липецка обманутые дольщики. Их число в городе за последние годы заметно выросло. Липецк даже называют столицей обманутых дольщиков. Сейчас их здесь около шести тысяч человек. Ну, конечно же, застройщикам не нравится, когда люди выходят на улицы и говорят о том, что этот застройщик не совсем честный, он обворовал их. А вот Алексей действует с буквой закона. Он говорит, почему застройщике неправы и почему им нужно себя вести немножко по-другому. И вполне возможно, что, собственно говоря, застройщики пытались такими средневековыми методами пояснить Алексею или донести мысль о том, что эту работу надо прекращать. Алексей обратился в полицию. Мужчина указал, что причиной нападения на него может быть правовой конфликт между экс-строймаш и дольщиками. Кроме того, юрист ведет дела дольщиков компаний «Лиск» и «Стройград» и не исключает, что нападение на него – это заказ от стройфирм. Кирилл Гуцков, «Красная линия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова